Группы однодневки. Кажется, только из таких и состоит история русской попсы. Обычно я рассказываю про большие явления, одно на весь выпуск. Ну а что если сейчас рассказать про проекты настолько маленькие, что про них нельзя сделать большую историю, просто потому что у них крохотная судьба? Итак, ванхит-вандеры русской попсы. Меня зовут Олег Кармунин. Поехали! Обычно в попсе бывает как? Выстреливает какой-то большой проект, а вслед за ним идут клоны в надежде повторить успех и оседлать волну. Например, можно составить целый список проектов, которые пытались повторить успех группы Тату и петь песни истеричными женскими голосами. И логика продюсеров была достаточно прямолинейной. Типа, если людям нравился крик Юлии Волковой, то, может быть, понравится и другой женский крик. Это, кстати, Елена Кипер. Она писала песни для группы Тату, а потом покинула проект и организовала собственный под названием «Ничья». Там она пела примерно такие же песни в духе группы Тату, надеясь повторить успех прославленной на весь мир группы. Получалось худо-бедно, ну, в общем, были какие-то ротации на музыкальных каналах, большой популярности не было. И Елена Кипер решила продолжить. В 2005 году она организовала проект «Ромашки» девичью группу. Это тоже, как и группы Тату, были школьницы. Им было по 14 лет и пели они о своем, о девичьем. Правда, на гетеросексуальную тему. И их главная песня была похожа на восклицание «Привет, Ромашки» с первого альбома Земфиры. И должна была создать примерно такое же весеннее юношеское впечатление. Все песни якобы писала солистка группы Саша Рябинина. А остальные участницы – это ее подружки. И все вместе они собирались на репточки, веселились, играли рок. В общем, такая вот прикольная легенда про юных девушек, которые вот почему-то просто вместе собрались, и теперь их клипы ротируют на телевидении. Давайте я вам зачитаю пресс-релиз о том, как это подавалось для СМИ. Среди обилия марионеточных продюсерских проектов, наконец, появилась настоящая живая группа девчонок-тинейджеров, которые осуществили заветную мечту любого подростка, записались на музыкальные курсы, научились играть и сколотили собственный коллектив. Неординарный вокал лидера проекта Саши Рябининой, ее пронзительные, искренние и заводные песни «Соблазнительное обаяние лолиты» превратили школьный квинтет в потенциальных звезд. Обаяние лолиты, да уж, вот такие были нравы в 2005 году. После релиза дебютного альбома, по замыслу Елены Кипер и компании Universal Music Russia, «Ромашки» примут участие в инновационном кинопроекте о рождении и жизни юных рок-звезд, саундтреком к которому станет второй альбом группы. Ну что, вы уже догадались, на что я намекаю? Правильно. Группа «Ромашки» — это несостоявшаяся группа «Ронетки». Причем за три года до группы «Ронетки». Здесь описано все. Девичья группа и даже сериал, который должен быть про нее снят. Это просто невероятно. Как можно было загубить готовый девичий проект, чтобы через три года родился совершенно другой от других людей, но копия вот этого. То есть я даже не представляю, как Елена Кипер кусала себе локти, когда появились «Ронетки», хотя у нее уже погибли ее «Ромашки». То есть это просто невероятно. Вы можете объяснить, как это произошло? Не получилось, не фортануло. Я рылся в архивах, и я понятия не имею, почему проект «Ромашки» не взлетел, и что с ним произошло на самом деле. Есть куча пресс-релизов о том, что готовится альбом, выйдет клип, скоро все будет, но ничего не было. Ни альбома, ни новых клипов, вообще ничего. Просто группа вот так раз – и испарилась. И таких историй достаточно много. В общем, странные штуки происходят в истории русской попсы. А вот еще один осколок группы Тату. В смысле, еще одна попытка создать девичью группу со звонкими песенками. Знакомьтесь, Ксения, Катя и Алина. Эти девчонки и подростки объединились, чтобы нести творчество людям и рассказывать о своих бедах, о своем, о подростковом. Например, о том, что им во всем не везет. Я живу, да только во всем не везет. Почему? Не знаю. Это настоящая социальная лирика потерянного поколения. В клипе девочка сидит перед компьютером и смотрит, как милиция избивает митингующих и поет. В принципе, если бы эта песня в этой же аранжировке вышла сегодня, то я бы не удивился, решил, что это новая музыка. Да и президент у нас с тех пор не менялся. Группу создали продюсер Сергей Высотин, он работал с «Руками вверх» и поэт, автор песен «Художник, что рисует дождь» и «Городок» Анжелики Варум Кирилл Красташевский. Они набрали трех девочек и решили их двигать. А в пресс-релизе написали, что девочки нашли друг друга сами и начали двигаться вместе. Ну, обычная легенда для шоу-бизнеса тех лет. Двигаться к своей заветной цели девчонки начали виртуально. Девочки обнаружили друг друга в сети интернет и начали общаться. Сначала были постоянными участницами флешмобов, потом встретились в реальности. Вот я когда читал это, я думал, господи, святые нулевые. Я помню эту моду на флешмобы. Типа вот вспышка толпы, собраться каким-то школьным коллективом в каком-то месте и начать делать какие-то безумные вещи. Типа там резать бумагу у станции метро. Остают 15 человек и что-то делают. Я помню, как я на форумах сидел, и туда пришел какой-то чувак, создал тред, и говорит, ребята, новая тема, флешмобы. Вот был как раз вот 2004-2005 год. Ну так вот, продолжаем пресс-релиз читать. Причем первыми увиделись Катя и Алина. Они обе из Калуги, и найтись там можно было намного быстрее, чем в столице. Выяснилось, что обе мечтают о музыкальной карьере, что Катя пишет музыку, а Алина отлично поет. Оставалось разыскать соратницу, сочиняющую тексты. Искать ее долго не пришлось. Катя вспомнила, что ее давняя знакомая Ксюша пишет стихи как трогательные. Ох уж эти пиар-легенды. Кстати, в пользу того, что девочки все делали сами, говорит тот факт, что музыку основного хита своровали у немецкого музыканта Нострум. Это настолько наглое воровство, что просто дух захватывает. Сегодня бы такое, наверное, не прошло, и алгоритмы Ютуба бы забанили эту песню. А тогда можно было. Ну, кто заметит? Кто обратит внимание? Аудитория MTV не знает такого немецкого музыканта, а сам немецкий музыкант, наверное, никогда бы не услышал группу SOS. В общем, решили, эй, ладно, и так сойдет. И вот девочки, согласно легенде, приехали в Москву, подписали контракт со звукозаписывающей компанией и начали готовить альбом. Выпустили еще одну песню под названием «Маньяк». И дальше, чтобы вы думали, все, больше не было ничего. Никаких новостей, никакого альбома, просто группа моментально испарилась. И то же самое, вот одни и те же истории про все эти странные проекты 90-х и нулевых, которые раз и все, и больше нет ничего. Ну, вот что мне вам сказать? Я бы рад сказать, но ничего не могу, к сожалению. Вот так закончилась группа SOS. А это жуткая история. В 2004 году Максим Фадеев решил опробовать в России стиль латино и сколотил проект «Перцы». В нем участвовали испанец Федерико Кортес и россиянин Андрей Фодовенко. Пили они зажигательную песню про Марину. Больше у группы хитов не было. Продюсер распустил коллектив сразу после первой песни. Видимо, решил, что стиль латино в этом исполнении в России не зашел. Тут бы я закончил рассказ про группу «Перцы», если бы не история Андрея Вдовенко. После того, как проект «Перцы» закрылся, Андрей Вдовенко потерял работу. Фактически у него не было средств к существованию. И он устроился дворником в один из домов культуры. Это просто невероятно. Вот по нашим меркам это невероятно. Человек-артист. Он был на телевидении. Этот клип крутили, я не знаю, там сто раз в день. И вот этот человек по закрытии проекта просто остался нигде. Ну, фактически на улице. Вот дворник. Хотя певец на самом деле. Это просто, ну, это несу свет. Конечно, это была трагедия. Он много лет после этого работал дворником. Постепенно он начал пить. У него испортились отношения с женой. И тут, я не знаю, жена сказала, давай уедем. У меня вот в Калининграде там квартира. Будем жить. Начнем новую жизнь в Калининграде. И они уехали в Калининград. Но через некоторое время Андрей Вдовенко вернулся в Москву. Потому что он поссорился с женой. Видимо, ну, жизнь, поскольку она пошла под откос, она уже все. И в Калининграде тоже. И вообще где угодно. И он устроился дворником опять в тот же самый ДК. А дальше произошло вот что. Андрей Вдовенко еще раз поехал в Калининград. Видимо, он решил помириться с женой. Видимо, он решил все-таки перезагрузить свою жизнь. И он поехал к ней в Калининград. Я не знаю, так ли это. Я нашел эту историю тоже вот в интернете. Рассказывал его близкий знакомый о том, что так было. И вот он поехал в Калининград, но вернулся оттуда через три дня. Потому что, видимо, жена, не знаю, не захотела его видеть. Ну, какие-то их отношения. И после этого, после того, как он вернулся в Москву, он повесился в том самом ДК, где работал дворником. Ему было 57 лет. А вот что написал Максим Фадеев, когда узнал о произошедшем. Сегодня узнал о трагической кончине солиста группы «Перцы» Андрея Вдовенко. Я не видел его уже много-много лет. Судьба развела нас. Но, как бы там ни было, я всегда помнил о нем, как о талантливом музыканте. По всей видимости, он был очень потерян. Ничего более не могу сказать. Вот такие жизненные истории и трагедии скрываются за легкими и попсовыми песенками. В 2002 году продюсер Валерий Белоцерковский, который раньше работал с Алсу, решил запустить новый проект и для этого объявил кастинг девушек. Сначала он хотел сделать его в виде модного тогда реалити-шоу, но потом от идеи отказались. В ходе кастинга набрали четырех девушек, которые образовали группу «Любовные истории». И вы все знаете песню этой группы под названием «Школа». А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоят мою память, никуда от них не деться. Однажды продюсера спросили, а почему в дебютном клипе «Любовных историй», как и в случае с Алсу, затрагивается тема влюбленности несовершеннолетней девушки во взрослого мужчину? «Просто я старый педофил», – ответил господин Белоцерковский. Как просто и понятно, и честно. В 2004 году выходит дебютный альбом группы «Любовные истории». И это великое событие, потому что, как вы видите, не каждая группа из русской попсы доживает до своего первого альбома. «Скажи, зачем была прекрасна эта ночь? Скажи, зачем был этот день?» Впрочем, первый альбом стал для группы и последним, что не мешает любовным историям существовать до сих пор. Кроме песни про школу, группа не оставила следа в истории русской попсы, но зато в ней очень часто менялись составы. Бывших участниц – 18 человек, а нынешних – 4. То есть все вместе, собравшись, они могли бы заполонить школьный класс и потом, например, собираться после школы и хохотать. История группы «Турбомода» положила начало кризис 1998 года. Менеджер торговой компании Дмитрий Кахановский попал под сокращение и решил, что вот у меня нет работы, значит, самое время начать заниматься своим хобби. То есть писать аранжировки, петь и танцевать. И назвал свой проект по-простому. Мода! Но однажды записи попали в руки Алексею Потехину и Сергею Жукову. И началось продюсирование. Позови меня, ты позови. И если снова будешь гордую, то останешься голодную без любви. Без моей любви. Кажется, что Потехину и Жукову в какой-то момент стало мало самих себя. И они решили себя клонировать. Они приставили к моде приставку «Турбо» и сделали клон «Руки вверх». Вот послушайте, только не смейтесь, это еще одно повторение песни «Песенка» группы «Руки вверх». Только в исполнении группы «Турбо Мода». И припев «Ла-ла-ла». Видимо, Сергей Жуков, оценив успех песни «Песенка», где тоже припев «Ла-ла-ла», решил, что в словосочетании «Ла-ла-ла» есть ключ к успеху. И с помощью вот этих простых слов можно достичь небывалого хайпа и денег, и всего остального. И поэтому он посоветовал «Турбо Моди» вот так спеть. Но не получилось, в этот раз нет. Многие спрашивали у Сергея Жукова, ну зачем, зачем, зачем постоянно клонировать одно и то же, когда можно, например, подчеркнуть неповторимый стиль группы, подчеркнуть ее самость. Ведь у каждого есть свое лицо. На что Сергей Жуков отвечал, что он, как Макдональдс, должен делать одинаковые гамбургеры. А создание неповторимого, но некачественного стиля – это вообще не его. И в титрах написано, что музыку и слова альбома «Затурбись» группы «Турбо Мода» написал Сергей Жуков. Он один. Ну, в принципе, это и слышно. В группе «Турбо Мода» трагически часто менялись солисты. Видимо, они не выдерживали накала шоу-бизнеса. А сначала был Андрей Макиенко, потом Антон Свободин, потом Евгений Хомский. Я избавлю вас от других имен. Были еще солисты. Они уже канули в лету. И в 2006 году группа закончила свое сотрудничество с продюсерским центром Сергея Жукова. И канула в лету. Больше мы про «Турбо Моду» ничего не слышали. Вот такая вот нелегкая судьба проектов «Однодневок». Наверное, стоит сделать еще один подобный выпуск. Наверное, еще и не один про группы «Однодневки». А пока на этом все. Меня зовут Олег Кармунин. Слушайте, ребята, вот давайте прямо серьезно к вам сейчас обращусь. Ставьте, пожалуйста, лайк, чтобы, если вам нравится то, что я делаю, эти прекрасные видео, то ставьте лайк, потому что это поднимает, как это называется, видео-выдачи. Пишите комментарии, делайте всю вот эту активность. Это реально важно, мне важно. Я читаю ваши комментарии, я на них отвечаю. И колокольчик нажимайте, если ждете новых уведомлений. А уведомления будут, потому что я еженедельно рассказываю новую историю русской попсы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok